Я вам, кстати, открою секрет. Все спикеры, которые выступают, они могут с вами кулуарно пообщаться. Вы можете им задать секретные вопросы, например, в перерывах. Вот у нас будет перерыв, например, на обед, либо вечером с ними пообщаться и рассказать, а как у вас это получилось. Да. И у нас следующий спикер. Удивительная девушка. Я ее очень восхищаюсь, потому что, наблюдая за ней, я вижу, что кто любит слово стабильность? Ну, например, миллион. Стабильно зарабатывать миллион в месяц. Вот Евгения, она прямо стабильность. У нее нет вот этих взлетов, падений. Она уверенно идет вверх, уверенно растет. Это партнер в статусе амбассадор. Кто знает, что такое амбассадор? Кто не знает, узнает завтра. Член департамента масштабирования бизнеса. Женя. Ее тема, да, как раз раскроет вам, как она в этом бизнесе добивается стабильно высоких результатов. Встречайте, Евгения Карташова. Всем привет! Как настроение? Ну что, я поделюсь с вами сегодня небольшой своей историей, как я пришла сюда и как вообще я докатилась до того, что сказал Андрей. На сегодняшний день у меня команда партнеров и клиентов больше, чем в 25 регионах России, в Германии, Молдове, в Казахстане, в Эмиратах. В общем, я об этом даже не задумывалась 3,5 года назад, хотя в первый месяц могу поделиться. Наверное, многие здесь сидят, те, которые еще принимают решения, думают или думают, получится или не получится. Вот в первый месяц у меня был чек больше 800 тысяч рублей. А с чего же все начиналось? С небольшой истории. Я из обычной семьи. У меня семья врачей, экономистов, и все были сотрудники найма. Я никогда не видела в своей семье предпринимателей и всегда воспитывалась по какой стратегии? Школа, институт, работа. Ну, в принципе, вот так вот было. Школа, институт, работа. Два высших образования у меня, экономическое, юридическое. И закончила институт и устроилась по найму в хорошую организацию. Знаете, в свое время я прямо искала такая, думаю, все, устроюсь на работу, буду работать. А потом пришла, когда у меня, кстати, был доход официально. Сейчас многие такие думают, кто из сотрудников найма, да, официально, легально. У меня был в свое время доход больше, ну, раза в три больше среднего прожиточного минимума, средней зарплаты региона. Вот так скажу, да? То есть хорошая. С восьми до полупятого, в полупятого уже дома и голова ни о чем не болит. Но всегда сидела такая мысль, думаю, 30-40 лет на государство или на кого-то, а потом наказание в виде пенсии. Ну, как-то вообще не улыбается. И в детстве были мечты какие. И в юности всегда путешествовать, свободу. И я всегда думала, что нужно свой какой-то бизнес. А опыта нету знаний, нету денег, нету куда? И в свое время ко мне в жизнь, за что я очень благодарна, каждый день я просыпаюсь и говорю, какое счастье, что в мою жизнь пришли партнерские программы. И я познакомилась с партнерскими программами в 2004 году. И много лет я сотрудничала с продуктовым направлением. Но с 2006 года я партнерскую программу официально у меня уже было индивидуальное предпринимательство. И получала все доходы с индивидуального предпринимательства. То есть открыт у меня ИП именно на основе партнерских программ. Не традиционный бизнес, где там именно так. А именно с партнерскими программами, о чем сейчас говорила Вячеслав. Да, почему сейчас выгодно партнерские программы. И с 2010 года я уже не работала. В общем, получила что? Свободу. Но не совсем, наверное, ту свободу, которую хотелось вообще именно иметь. Всегда мне, знаете, для меня всегда предприниматели. Я познакомилась с бизнес-сообществами, вошла в опору России, общественную организацию по поддержке, популяризации предпринимательства. Мне всегда нравилось общаться с предпринимателем. Я считаю, что вот в любом. Кстати, есть в зале предпринимателей? Поднимите руку, пожалуйста. Супер, супер. Я всегда считала, что предпринимателю надо уже при жизни поставить памятник, потому что он взял на себя уже ответственность и начал что-то предпринимать. Это реально круто. Я поэтому с глубоким уважением отношусь ко всем предпринимателям. И вошла как раз-таки именно в ракурсе партнерских программ. 12 предпринимателей города Яссентуки. Именно от общественной организации в конкурсе в определенном. Ну, 60 предпринимателей Ставропольского края. И в 20-м году, когда была пандемия, помните все пандемии, меня подруга позвала приехать в Сочи на пару недель. Я потом еще на пару недель осталась. Потом еще на пару недель, на год осталась почти в Сочи. Ну, кстати, очень круто, что у меня работало все в онлайне. В принципе, то есть я могла перемещаться, и это было очень здорово. И вот здесь, находясь в нашем прекрасном регионе, где сейчас мы находимся, да, в Сочинском регионе, совершенно случайно я познакомилась со многими известным партнером, топ-партнером компании Валерией Ольшанским. Все знают, да, Валеру? За что я, кстати, очень благодарна, что мы совершенно случайно познакомились. И он поделился с нами возможностью продукта и возможностью компании. И вот каждый день я сейчас просыпаюсь на протяжении трех с половиной лет и говорю, какое счастье, да, что я пришла сюда и вообще осталось в Сочи и вот так познакомилась. Что же у меня, почему я приняла решение именно сотрудничать? Когда я увидела продукт UDS, я поняла самое важное. Я знаю, там крутые маркетинговые решения, там и так далее. Но так как у меня есть опыт в партнерских программах, я увидела наикрутейший инструмент для любого традиционного бизнеса. Я поняла, что UDS это тот продукт, который из любого традиционного бизнеса делает самую высокоэффективную партнерскую программу для любого традиционного бизнеса. А я знала, что партнерская программа это вообще самый крутой способ продвижения чего-либо. И когда я вот этот момент увидела, я говорю, просто инструмент супер. Если бы у меня был свой ресторан или соул, я бы сто процентов себе это поставил. Потому что я такой человек, который, ну, про пользу. То есть для меня можно разными способами зарабатывать деньги, но для меня важно, первое, да, чтобы компания, с которой я сотрудничаю, была надежная, стабильная, растущая. Это раз. И продукт, который данная компания делает, приносил пользу предпринимателям. Вот это я увидела самое важное. Надежность компании и надежность продукта. И в дальнейшем, во что это приросло, да, я взяла пакет, разобралась и доверилась просто своим наставникам. Я увидела четкую систему действий, которую надо делать. Раз, два, три, четыре, пять. И за первый месяц и неделю как раз таки, я говорила уже об этом, да, заработала больше 10 тысяч долларов. Тогда это еще было больше 800 тысяч рублей. В дальнейшем я, значит, я что увидела, что я увидела, да, Кавказ. Кавказ наш такая, так как я с Кавказа думаю, ну, помочь предпринимателям стать на уровень, да. То есть чтобы у нас повысился сервис, да, чтобы много предпринимателей пользовались таким крутым продуктом и так далее. Ну, в общем, в итоге у меня 90% команды на сегодня не на Кавказе. Абсолютно. Совершенно в других регионах. Ну, изначально это было вот именно таким образом. Мне уже когда группа, год прошло, да, мне группа говорит, слушай, уже переименуй, пожалуйста, свою группу Кавказ. Переделай ее, сделай там международная команда, потому что 90% команды совершенно не здесь. И действительно моя миссия – помощь людям и помощь бизнесу. И, знаете, сейчас вот как раз Ирина выступала, когда она сказала, наверное, по поводу энергии, вот куда идут люди, откуда берется эта энергия. Я увидела реально крутые масштабы, масштабы вообще этого бизнеса. Просто на сегодняшний день около 7 тысяч компаний всего лишь на площадке. Ребят, ну это вообще, это просто ни о чем. Я когда посмотрела, ну реально, даже возьмем, давайте там, ну 4 миллиона бизнесов. Умножьте на 72 тысячи калькуляторы, посмотрите. Какая цифра получилась, кто скажет? Есть? Ну примерно там на 200 с лишним ярдов, пустой рынок, он сейчас пилится. Кто-то заберет миллиард, кто-то заберет миллион, кто-то заберет полмиллиона. Вопрос только в том, у кого какие амбиции, цели и желания. И вот эти, наверное, амбиции, цели и желания, они мне все время давали энергию. Именно что идешь, когда к людям с этой идеей, ты идешь с энергией отдавания. Что ты можешь дать этому человеку? Воспримет он для себя это или нет? Это уже его выбор. И вот с этим, в принципе, я иду эти 3,5 года. 3,5 года в бизнесе. Когда я пришла, кстати, хочу сказать, последние годы я занималась нутрициологией, оздоровлением нации, вот чтобы, может быть, кто-то себя не воспринимает со сферой IT. Ну вот немножко поделюсь. В марте 2021 года для меня слово… А все знают, что такое СРМ-система, да? Нет? Есть? А есть в зале, кто не знал, что такое слово СРМ? Поднимите руки. Для меня это было ругательно из трех букв. В марте 2021 года, думаю, где я и где IT? Где я и где СРМ-система? Сейчас я абсолютно спокойно об этом говорю, но первые месяцы, кто меня слышал, понимали, что я просто увидела крутой продукт, крутую возможность, крутую идею и ей делилась. А что я говорила реально? Иногда говорят, что ты несешь, да? Что несешь? Но люди подключаются и идут, потому что видят, что мы, наверное, что видели, что я иду именно с тем, чтобы дать им возможность. А. Пользоваться продуктом. Б. Иметь возможность иметь крутой бизнес на этом продукте в быстро растущей сфере. Но войти в совершенно другие возможности доходов. Вы знаете, ну, допустим, чтобы в том направлении, в котором я до этого была, в продуктовом, зарабатывать там 800 тысяч рублей или 500 тысяч рублей в месяц, это нужно, ого-го, ну, как минимум год, полтора, два, минимум работать каждый день, чтобы получать такой доход. А когда ты здесь уже помогаешь, во-первых, мало того, что сам вышел на определенный доход и не один миллион рублей уже отсюда заработал, но ты еще помогаешь партнерам сделать то же самое, ты можешь это дублицировать, масштабировать, и ты испытываешь, знаете, вот когда люди благодаря тебе зарабатывают 500, миллион и больше, вот эти, наверное, впечатления ни за какие деньги не купишь, именно энергию, и они тебе благодарны за то, что ты вложил в них время, силы, энергию. И вот эта энергия благодарности намного сильнее энергии денег, это я вам точно говорю, я каждому желаю это испытать. Это реально невероятные чувства. Когда ты становишься частью изменения других людей, это реально круто. Ну что, у меня за эти три с половиной года вообще кардинально, наверное, жизнь поменялась, хотя я до этого тоже путешествовала, но не настолько. Мне понравилось здесь молодежное сообщество, окружение, окружение сильное, знаете, концентрат сильных людей. Вот здесь собрался прям концентрат сильных, энергичных, целеустремленных людей, что меня очень привлекло, прям реально. И привлекает постоянно с каждым днем. Я думаю, что вот здесь вот у нас путешествия вместе, Дубай, Грузия, регата. Я никогда в жизни не была на регате. Вот благодаря UDS я побывала на регате. Это очень круто было. Я никогда в жизни не каталась на квадроциклах, снегоходах, регате там на парке. Думаю, кто-нибудь мне сказал бы пять лет назад, что я заберусь на 14-метровую высоту в Охтопарке под Питером. Я бы тогда сказала бы, что... И здесь действительно приобретаешь вот эти эмоции, вот эту силу, поддержку, испытываешь. Я знаю, что в любом возрасте это можно испытать. Неважно, сколько вам сейчас лет, поверьте мне. Здесь можно действительно с каждым днем молодеть, набираться энергии и получать новые-новые впечатления. И, конечно же, о чем я уже говорила, сильное окружение, сильных людей. И я знаю, что сейчас на самом деле все только начинается. То есть сейчас вот 10 лет компании. Многие говорят, ну надо было три года назад вступать там или еще как-то. Ребята, вот мне кажется, мы сейчас в нужном месте, в нужное время на самом деле. То есть уже все окей с продуктом, все окей с моделью продвижения. Никому уже доказывать, как ребятам 7 лет назад не нужно было, не нужно этого. Поэтому впереди нас ждут великие дела. Я всех благодарю за выступление. Всего отличного настроения и классного мероприятия. Да. Женя, у меня вопрос. Что бы ты посоветовала людям, кто сейчас присматривается к нашему бизнесу? Что бы посоветовала? Присмотреться, разобраться и принять решение. На самом деле просто задать. А если да, то что? А если нет, что поменяется? Да просто задать себе вопрос. А может быть действительно не просто так пришла в вашу жизнь эта возможность? Не просто так вы сегодня оказались здесь, в этом зале, на этом стуле, рядом с этим человеком, и смотря на экран. Просто разберитесь и подумайте. Наверное, что-то вы хорошее сделали для Вселенной, раз вы здесь оказались. Поэтому разбирайтесь, принимайте решения и действуйте. Спасибо. Спасибо, Женя, огромное. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.